Сергей толком не помнит, что ему приснилось под утро, но очнулся он от мощного хлопка в моторном отсеке «Газели». Сонный мужчина выскочил из кабины грузовика и пытался сам пламя погасить, но тщетно. Охранял кабеля, в машине-то я спал. И получилось так, что проснулся от того, что под капотом дым, прям пламя такое большое. Все, от этого проснулся, выбежал, толком ничего не забрал из машины, ни шапку, ничего, выбежал, давай снегом бросать, взял лопату, лопатой кидать. И толком ничего не подушилось, в общем, вызвали пожарных. Компания «Импульс», в которой трудится Серега, с вечера раскопала траншею на визе, чтобы поутру кабели в нее уложить. На ночь провода оставили в кузове тентованной «Газели», которую труженик взялся до утра охранять, но что-то не заладилось под капотом мелкого грузовичка. «Газель» последнюю в своей жизни ночку провела здесь, на казенной штрафстоянке, в смысле той, что принадлежит Верхоседской райадминистрации. И находится она в конце улицы Крауля, с диковинным даже для этих мест номером 168 дробь 1П. Это самое 1П, да еще с дробью, расположено напротив Уральского радиотехнического колледжа имени Ползунова. Хотя это не более чем географическая деталь, к ночному пожару касательства не имеющее вообще. Эксперты дружно отмечают тот факт, что это просто чудо, что Сергей, сонный сотрудник компании «Импульс», успел выскочить из горячей «Газели». Около шести утра он позвонил куда надо, и вскоре, по тревожному звонку, примчались две пожарных автоцистерны и десять бойцов. За пару минут они «Газель» погасили, но огонь успел кремировать ее дотла. Три квадратных метра пространства еще с вечера похожих на грузовую «Газель», как корова языком слезнула до пепельной горечи. Оборудование в кузове, правда, особо не пострадало. Так что сегодня с утра работники «Импульса» прокладку кабеля смогли продолжить. К слову, в соцсетях после пожара кое-кто укоризненно кольнул компанию «Импульс». Дескать, занимается фирма работами по электроэнергетике. А за проводками под капотом «Газели» не углядели. Бывает и так.